В целом отделе желудочно-кишечного фракта слизь выполняет очень важную роль и дает возможность работать кишечнику как часы. Кто вообще хотел бы, чтобы он не кишечник работал как часы? У кого работают как китайские? Через раз. Поэтому если мы говорим о здоровье, то о здоровье слизистой надо говорить в первую очередь. Не дай бог в каком-то отделе, в каком-то отделе конвейера слизистая не будет выполнять свою функцию, ни о какой работе кишечника, ни о каком здоровье организма в целом мы говорить не можем. То есть и бесполезно бегать по врачам, бесполезно что-либо делать, пока мы не восстановим функцию слизистой. Просто бесполезно. Можно вырезать конечно все эти 10 метров, можно сшить все напрямую, можно вывести кишку, ходить с мешочком, то есть все это сделать можно. Но мы сегодня говорим о здоровье, правильно? То есть мы говорим о качестве жизни. Поэтому состояние здоровья это главное, главным функциональным фактором это работа пищевого конвейера, это именно здоровье слизистой оболочки. И если говорить, то есть это адекватная выработка слизи в достаточном его количестве в каком-либо конкретном числе. В свое время все эти вопросы, они обсуждались и обсуждаются до сих пор, и мнение до сих пор меняется и неоднозначное. Но пока не придумали таблетки, да, сто лет назад, все проблемы желудочно-кишечного тракта, связанные с язвами, стоматитами, язвами, все некротические процессы, все гастритные дела, все язвенно-некротические процессы толстого и тонкого кишечника, решались одним единственным способом. Это употребление молока. То есть 10 дней посидеть на чистом молочной диете, и любая проблема, связанная с целостностью стенки желудочно-кишечного тракта, решается сразу в течение 10 дней. Хотя на самом деле молоко все это оболгали до сих пор, да, хотя уже выяснили, что это неправильно, что молоко действительно очень функционально, и взрослому человеку тоже нужно пить молоко, потому что он выполняет основную функцию, основной источник белка, молочный белок, это основной источник, да, куда мы получаем молоко, белки, а молоко. Хотя до сих пор бытует мнение, я как-то включаю телевизор, и какой-то российский популярный теледоктор, который ведет там школу, рассказывает о вреде молока для детей. Я, правда, очень быстро выключила, потому что слушать вот это безобразие, я не смогла, но хочу сказать, то есть если это говорится, то, наверное, вы тоже об этом слышали. Да, о вреде молока, особенно для людей и взрослых, что там у взрослых людей он способствует выработке слизи, но если у нас слизистая, то она должна выделять слизь. Единственный источник слизи образования это, наверное, простое молоко. Неважно, чему, идеальное женское, пусть будет здоровье, можно козли, ну, козли, то есть абсолютно любое. И просто рисованно, нормальное молоко. Абсолютно, то есть то, для чего мы пьем молоко, абсолютно любое молоко подходит. Понятно? Все молоко отличается только тем, какую функциональную задачу в данный момент решает то или иное животное. Да, то есть если корова или там олень или кто какой-то, грубо говоря, какое-то животное собирается вырабатывать, то есть вырабатывается молоко, вырабатывается для того, чтобы ее теленочек, да, через час встал на ножки. Поэтому коровье молоко, естественно, содержит большое количество кальциево-посфорного комплекса. Почему? Потому что чтобы быстренько все это заполнить, да, в течение часа, потому что если он не встанет на ножки, его пусть ест. Если это говорить о морских животных, то морское молоко морских животных, оно будет жирное. Или северных животных, оно будет просто очень жирное. Потому что задача нерпы, родив на снегу, да, накормить его так, чтобы он через полчаса не замерз. Поэтому оно будет очень жирное. Материнское молоко меняется в зависимости от того, какие функциональные задачи должна решить мать для своего потомства. То есть если это холодно, ребенок будет рождаться в период холодный, то молоко будет содержать большое количество иммунных комплексов. Для чего? Для того, чтобы обеспечить иммунитет. Если это будут стрессовые условия, значит молоко будет содержать большое количество каких-либо других веществ, которые помогут матери таким образом защитить ребенка. Понятно, да? Но основной источник белка и основной источник слизи это обычное молоко.